Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! Начнем наш выпуск с ситуации на дорогах города. В редакцию нашего телеканала уже несколько недель систематически поступают жалобы на пробки в разных районах Севастополя. Дорога на работу или учебу занимает по несколько часов. Один из самых затрудненных участков города – от проспекта Октябрьской революции до студенческого городка. Узнать, в чем проблема, отправилась наша съемочная группа. На популярный вопрос, с чего начинается утро, у жителя Гагаринского района ответ одинаковый – с пробок. Несколько километров у автомобилистов может занять и больше часа, а те, кто пользуется общественным транспортом, выходят из него и идут пешком, чтобы хоть куда-нибудь успеть. На дождь внимания не обращают. Лучше намокнуть, чем опоздать. Пешком вдоль пробок, как интенсивная утренняя тренировка, шутят горожане, если бы не спешка на работу или учебу. Пробки в этом районе были всегда, но с начала мая ситуация ухудшилась. Это кошмар, просто реально. Мы с Омеги идем каждый день, уже неделю почти, так что все хорошо. Это реально невозможно сказать словами. Если раньше начиналась со Степаня на пробках, то сейчас она начинается с парк Победы на минуточку. Как вы считаете, расстояние, все машины стоят? Это очень сложно добираться. Час, больше может, час-полтора. Перед этим, ну, не знаю, минут 20. Начинается затор от остановки Парк Победы и заканчивается на студенческом городке. Расстояние 3 километра. Без пробок можно проехать за 7-10 минут. Мы стоим по 30, по 40, по часу, иногда по полтора. Мы вот едем уже ровно час. Раньше 15 минут, сейчас 1 час 30. Это откуда до куда? Это с Омеги до Дмитрия Ульянова. В департаменте транспорта выясняем. Причина – 1 мая начали ремонт дороги на Рабацком причале. Именно здесь раньше объезжали пор большинство автомобилистов. Теперь проспект Октябрьской революции стал для жителей улиц Степаняна, Юмашева, Фадеева, Кисаева и Колбова единственным вариантом выезда из района Парка Победы. До конца текущего месяца планируем завершить работы по устройству дорожного полотна. Это как минимум устройство одного слоя асфальта, чтобы открыть движение и снять, так сказать, сейчас неребные неудобства, которые испытывают жители. Работы ведутся беспрерывно. Перекладывают инженерные коммуникации, ставят бордюры, перильные ограждения, пандусы и тактильные плитки. Асфальт заменили пока частично. Причина – неделя проливных дождей. Мы не останавливались. Всё, что можем делать в такую погоду, делаем. Асфальт не ложим, потому что это противоречит технологии, так сказать. Остальные все работы выполняются? Работаем круглосуточно. То есть где-то в 7 часов эти люди идут спать и выходит ночная смена, и также продолжают работать. Полностью работы на Рыбацком причале завершат до конца лета. Но чтобы разгрузить дорогу на проспекте Октябрьской революции, проезд по Рыбацкому причалу откроют уже 1 июня. Рабочие уверяют – к сроку успеют, и пробки станут меньше. А каждое утро в пробке в Кагаринском районе стоит Юлия Баускова, Деливера Меджитов, Сергей Котляренко и половина редакции информационного канала «Савастополя». Продолжение темы. Спуск Котовского закроют на ремонт минимум на два месяца. Такое заявление сделал директор департамента транспорта Игорь Титов. Напомним, в ночь с 8 на 9 мая из-за сильного дождя на спуске Котовского потоками воды буквально вымыло плитку. Повреждено около 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Плитку на этой улице положили в 2009 году, заменив ей брусчатку. С тех пор повреждение дороги во время ливней стало делом привычным. Приходится постоянно проводить ремонт. Бетонные плитки там были уложены по технологии, как на тротуарах, без закрепления, просто на песке. Сейчас специальная комиссия выясняет причины разрушения дороги и решает, как больше не допустить таких происшествий. Один из вариантов уложить на спуске асфальтовое покрытие. Лично на мой взгляд, брусчатка на спуске Котовского совершенно не уместна. Я вижу брусчатку в этой симпатичной прогулочной зоне. Но лучше эту брусчатку, тем более она новотела, она, собственно говоря, предназначена для тротуаров. Дорожной одежды, как вы видели, никакой нет. Удивительно, что она вообще столько времени не продержалась. Она, конечно, во время гололеда более опасна, чем асфальт. Екатерина Алтабаева упала в рейтинги глав законодательных органов. Об этом сообщили представители независимой компании «Медиалогия». Согласно результатам апрельского исследования, председатель законодательного собрания Севастополя заняла 66 место и из 85 совершила самое стремительное падение среди глав парламентов регионов России. По сравнению с итогами предыдущего анализа, она потеряла сразу 48 позиций. Напомним, компания «Медиалогия» в частности занимается мониторингом и анализом средств массовой информации. С опережением график, по которому будут готовить проект бюджета Севастополя на следующий год, утвердили на заседании правительства. Сделано это для того, чтобы избежать угрозы срыва сроков утверждения главного финансового документа города по опыту прошлого года. Подробнее в сюжете Марины Кравцовой. Правительство Севастополя начинает работу над бюджетом города на следующий год. Уже. На заседании утвержден график подготовки проекта бюджета. Но насколько актуальна столь оперативная предварительная работа правительства, этот вопрос был озвучен заместителем губернатора Ильёй Пономарёвым. Он напомнил, как депутаты принимали бюджет на этот год, а также прокомментировал пресс-релиз, опубликованный на сайте ЗАГСобрания 7 мая. В нём неоднократно упоминается, что проект бюджета поступил на три недели позже установленного срока. Илья Пономарёв отметил, материалы по проекту бюджета были направлены в Минфин России ещё 19 сентября. А это на полтора месяца раньше того же срока. Разумеется, согласование бюджета Севастополя, который на 70% зависит от финансовой помощи федерального центра, не может не зависеть от прохождения проекта федерального бюджета. Так вот, напомню коллегам, которые не следят за этими процессами, что общие параметры федерального бюджета были утверждены Государственной Думой 27 октября 2017 года. И только 1 ноября состоялось заседание правительственной комиссии России по вопросам формирования бюджета Севастополя, где было предписано разработать бюджет без дефицита. За три последующих недели губернаторам города удалось убедить и Минфин России, и заместители председателя правительства России, что Севастополю нужны дополнительные средства для восстановления и развития города. Результатом стало правительственное поручение от 21 ноября 2017 года выделить городу дополнительно 3,8 миллиарда рублей. Разумеется, обоснование этих расходов – это не только заслуга правительства Севастополя, но и показатель внимания президента и правительства России к нужным городам. Но сделать эту работу должны были именно мы. И в чем же упрекает правительство руководство Заксобрания? В том, что мы не внесли бюджет 1 ноября, а продолжали бороться за дополнительное финансирование? Вы действительно хотели лишить город почти 4 миллиардов рублей? 4 миллиарда рублей – это почти 20% от всех расходов бюджета, не учитывая ФЦП, отметил Илья Пономарёв. Именно на привлечение этих денег для города и были потрачены те самые три недели. Прокомментировать этот вопрос мы попросили правовое управление Законодательного собрания Севастополя и отправили в пресс-службу соответствующее письмо. Однако на брифинг пришли сами депутаты и в ответ обвинили заместителя губернатора в неискренности. 21 ноября оформлено письмо, направлено нам, но оно шло через дорогу почти двое суток. Вот входящее, отмечено, вошло 22 ноября в 17 часов 35 минут. Так, то есть нет в тупол жизни. Обманывает Пономарёв, что это ложь. Но где ходили бумаги больше двух суток и почему в Заксобрании их зарегистрировали только к вечеру следующего дня, не пояснили. К тому же именно о дате 21 ноября и говорил заместитель губернатора. Однако и о готовности проекта бюджета в сентябре депутаты тоже знали. Нам известно, что 19 сентября пошло письмо, в котором были материалы по проекту бюджета, но далеко не все. Да, в первоначальном проекте не было дополнительно привлеченных для города правительством 4 миллиардов рублей. А что же сами депутаты сделали для этого? Как они работали над главным финансовым документом? А знаете, коллеги, какой вклад руководства Заксобрания или сенатора от Заксобрания в эту работу? Ноль. Ни одной совместной встречи в Минфине. Ни одного выбитого для нужд города рубля. Или может стоит напомнить, что единственное обращение председателя законодательного собрания в Министерство Российской Федерации касалось ни индексации зарплат учителей и врачей, ни вопросов капитальных ремонтов больниц, школ, дорог, а собственной зарплаты и зарплаты двух сотен аппаратчиков, вообще не занятых реальной работой. Четыре страницы письма на вице-премьера правительства России про зарплату. На что и получили ожидаемый ответ. Живите по средствам. При этом бюджет депутаты приняли только 26 декабря, рассматривали документ месяц и четыре дня. И успели в последний момент, хотя в других регионах Южного Федерального округа это делают быстрее. Для сравнения, в Волгоградской области за 29 дней, в Краснодарском крае – 33 дня, в Республике Крым – 29 дней, отметил Илья Пономарев. Потому что в этих субъектах депутатский корпус приучен к профессиональной работе, а не к популистским лозунгам и заботе лишь о собственной заработной плате. Там депутаты, прошу заметить, не на освобожденной основе, занимаются работой над бюджетом своего региона каждый день, знают нужды и потребности каждой отрасли и каждого бюджетного учреждения. И, замечу, в гораздо более тяжелых финансовых условиях, при наличии государственного долга и в рамках модельных бюджетов. А возможности получить из федерального бюджета дополнительно несколько миллиардов рублей, там даже не мечтают, борясь за каждую федеральную субсидию и за каждый рубль помощи. В итоге все органы исполнительной власти Севастополя в срок обеспечат подготовку проекта бюджета на 2019 год, отметил Илья Пономарев, а также добавил, далее может возникнуть дилемма – бороться за нужды и потребности города или согласиться с формальным подходом руководства ЗАГС Собрания, что главное – внести документ в установленный срок. Но для представителей правительства города ответ очевиден, поэтому работу над бюджетом начинают уже сейчас. Марина Кравцова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсенников обвинил прокуратуру города в избирательном подходе к торговым центрам. Заявление глава города сделал на заседании правительства в четверг. На нем обсуждали вопросы пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. После трагических событий в Кемерове на всех подобных объектах проводят проверки. О том, почему Дмитрий Овсенников сделал такие выводы – в следующем сюжете. В Севастополе более 10 торговых центров временно закрыты из-за нарушений противопожарных норм. Губернатор города обратил внимание прокуратуры. В этот список не входит торговый центр «Мусон». И это несмотря на то, что, по словам Дмитрия Овсенникова, четыре из пяти объектов здания до сих пор не введены в эксплуатацию, а земля, на которой расположен торговый центр, имеет другое целевое назначение. Сейчас уже закрыто более 10 торговых центров. Сотни предпринимателей остаются без работы. И это в том числе в результате необходимых, нужных действий по наведению порядка в данной сфере. «Мусон» у нас, хотя и четыре корпуса из пяти, как всегда продолжает работать. Я, конечно, буду рад, если он будет работать как потребитель, но с точки зрения безопасности вот такой избирательный подход по отношению к «Мусону» меня немножко удивляет. Вывод об избирательном подходе по отношению к торговым центрам Дмитрий Овсяников сделал по итогам доклада начальника Севгостроенадзора Юрия Захарова. По поручению губернатора создана специальная рабочая группа. Ее цель – проверить объекты с массовым пребыванием людей на предмет пожарной безопасности. По результатам проверки 46 объектов в прокуратуру были направлены запросы. Кроме того, для осмотра торговых центров прокуратура привлекла специалистов строенадзора. Проверили еще 17 объектов, дополнительно рассмотрели 10 административных дел, в их числе торговый центр «Мусон». Севгостроенадзором 12.04 направлено заявление о согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении ПАО «Мусон» и ООО «Авангард». От 23.04.2018 года поступили решения прокуратуры соответствующие номера об отказе согласования вышеуказанных проверок по следующим основаниям. Отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки. Когда мы задались вопросом две недели назад, почему закрываются все торговые центры, 10 торговых центров, а по отношению к «Мусону» избирательные отношения, и вы, по-моему, направили запросы внеплановых проверок, прокуратура была отказана. Это что, защита «Мусона» или что это? Прокуратура в суде пошла в апелляцию на обеспечительные меры. То есть такая имитация работы по отношению к одному исключительному торговому центру. Чем он лучше остальных 10 торговых центров? Ко всем должен быть одинаковый подход. Напомним, самый крупный в городе торгово-развлекательный центр был оштрафован на 82 тысячи рублей, но не закрыт. Также на заседании были одобрены изменения в законодательстве города. Правки планируют внести в статью закона, который регулирует выдачу бесплатных земельных участков отдельным категориям граждан. А это значит, теперь получать жилье смогут и чернобыльцы. После того, как закон примут, претендовать на жилье смогут граждане, которые получили заболевание вследствие чернобыльской катастрофы. Те, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии в пределах зоны отчуждения, сотрудники противопожарной службы и другие категории лиц. В связи с многочисленными обращениями подготовлен проект закона, где предлагается дополнить под пунктом следующего содержания, что к лицам, имеющим право бесплатно получать земельные участки, относятся также лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы. Также на заседании чиновники приняли решение исключить площадь Лазарева и площадь 1 мая из перечня мест массового пребывания людей. Теперь это дороги общего пользования. Планируют в правительстве финансово поддержать и детские кукольные театры. Для обеспечения мер безопасности туда направят 737 тысяч рублей. За счет перераспределения средств по мероприятию 21 переезд и временное размещение постоянной экспозиции Севастопольских художественных музеев Крашинского в сумме 13 миллионов рублей экономия сложилась по конкурсным процедурам по страхованию картин. В текущем году увеличили расходы на реконструкцию и благоустройство территории у монастыря Святого Георгия. Вторая очередь строительства обойдется городу больше чем 6,5 миллионов рублей. Юлия Ефремова, Святослав Данилов, Марина Кравцова, Андрей Тимчук. Информационный канал Севастополя. На рынке «Чайка» организуют ярмарку «Центральная». Соответствующее решение было принято в четверг на заседании правительства. Сделают это для того, чтобы сохранить нынешнее назначение объекта. О том, затронет ли решение предпринимателей, которые работают на рынке, и ожидают ли изменения знаменитую «Чайку» в будущем, в следующем сюжете. На этом месте в середине прошлого века построили стадион. Назвали его «Чайка». А в 90-е спортивное направление «Чайки» изменили – на рыночное. До 2016 года он находился в частном владении, но затем перешел в собственность города. По распоряжению Департамента имущественных и земельных отношений собственник «Чайки» – государственное унитарное предприятие, рынки и ярмарки. Прошли все судебные решения, в том числе апелляционный арбитражный суд. Соответственно, все объекты капитального строительства, они имели спортивное назначение. Это было более 20 лет назад. Это подкрибунные помещения, беговые дорожки, вышки освещения и так далее. Те самые объекты, которые в 90-х годах были переданы в аренду соответствующему ООО, теперь решением суда возвращены в собственность правительства Севастополя. Теперь новый собственник «Чайки» начнет перезаключать договоры с предпринимателями. Вадим Кирпичников заверил – смена собственника не затронет интересы бизнесменов. Гарантированно не возрастет и стоимость аренды. Если предприниматели, которые заявят права на движимое имущество на павильон, что это его павильон, они, соответственно, имеют право переместить этот павильон в любое удобное им место. Мы уже проговорили с руководством ГУПа, ГУП готов изготовить новые павильоны на этом месте, для того, чтобы предприниматели продолжали осуществлять свою деятельность. Сейчас правительство Севастополя разработало дорожную карту дальнейших действий по объекту. Одну из первоочередных – организовать на «Чайке» ярмарку «Центральная». При этом у объекта будет тот же режим работы с тем же количеством предпринимателей в рамках того же земельного участка. Он находится по адресу адмирала Октябрьского, 20. По словам Вадима Кирпичникова, перепрофилирование рынка обратно в стадион пока не ожидается. Сейчас необходимо, первое, оформить земельный участок. Это раз. И второе, самое главное, произвести полные геодезические изыскания. Это тоже будет произведено за счет ГУПа, как уже собственника данных объектов. После проведения полных геодезических изысканий и полного оформления земельного участка, в дальнейшем это будет вынесено на правительство, на губернатора для принятия дальнейшего решения. Ждать его стоит в ноябре, когда будут получены все результаты геоизысканий и выполнено оформление земельного участка. Святослав Данилов, Марина Кравцова, Андрей Тымчук и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. Далее о событиях культуры. Театр имени Луначарского вернулся с гастролей из Санкт-Петербурга. С 3 по 6 мая севастопольская труппа показала лучшие спектакли двух последних лет на сцене театра музыкальной комедии. По федеральной программе «Большие гастроли» луначарцы поехали в Северную столицу второй раз. О том, как приняли наших актеров, в следующем сюжете. В этом году в Питер труппа театра имени Луначарского привезла самые яркие спектакли, новые для столичного зрителя. Комедии «Доходное место», «Дядюшкин сон» и «Севильский цирюльник». В гастрольную афишу включили спектакль «Анна Каренина». Сценическая версия Романа Толстого в постановке Григория Лифанова успела полюбиться петербургской публике. В прошлом году его с успехом отыграли на сцене Тюза имени Брянцева. Публика петербургская, она, конечно, северная, чуть такая отстраненная, чуть, может быть, не настолько эмоционально воспринимающая, как наша. Но нашим замечательным артистам удалось растопить даже такие северные сердца. В большие гастроли отправились четыре фуры декораций костюмов и труппой 76 человек для театра. Это серьёзный выезд и испытание, но коллектив с задачей справился. Как подтверждение – аншлаги. По-новому восприняли спектакль «Доходное место», а героиню Фелисату Кукушкину в исполнении Людмилы Шестаковой встречали и провожали аплодисментами в течение всего спектакля. Те овации, в которых нас потом купал зритель санкт-петербургский, так как они кричали «Браво! Ура, Севастополь!» Вот эта отдача их после спектакля нам всё и рассказала. Вторые гастроли в Санкт-Петербурге прошли триумфально. Луначарцы намерены и дальше покорять крупные города России. Сейчас ведутся переговоры по участию в биеннале театрального искусства в Москве в этом году. А в 2019-м нашу труппу снова ждут в городе-на-Неве. Юлия Ефремова, Светлана Федодеева, Анатолий Кукса. Информационный канал Севастополя. Прокатилась с ветерком. Крыса проехалась на капоте автомобиля в Ярославле. Необычный пассажир забрался на машину во время движения транспортного средства. Водитель предположил, что зверёк попал в автомобиль из мусоропровода у парковки. Напомним, грузины могут испортить оборудование и перекусить тормозные шланги. Мужчина обыскал автомобиль после остановки, но крысы под капотом не обнаружил. И в завершении выпуска о погоде. 11 мая в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов тепла. Днём 18-20 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Ещё больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова